И всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Алексей. Ну и как вы собственно уже понимаете, мы продолжаем с вами проходить сборку Better Minecraft. И сегодня я бы хотел с вами отправиться в Незер. Собственно у многих наверняка будет вопрос, а что собственно говоря происходит? Ведь у тебя вроде как не было никаких инструментов, вообще практически нихрена не было. А тут резко у тебя алмазные инструменты и вообще каким фигом у тебя 32 алмазы, тут даже изумруды есть и все остальное. Собственно отвечаю на этот вопрос коротко. Да, я немножко поиграл вне серии, я добыл все необходимые ресурсы для того, чтобы хорошо записывать видеоролик. Я думаю, что вам не интересно смотреть на то, как я там копаюсь в шахтах, добываю всякие алмазы, изумруды, это все не сильно интересно. Поэтому я решил не делать это на серию и возможно даже буду когда-то делать это на стримах, но это мы все конечно же с вами посмотрим. Поэтому я подобывал ресурсов, домик я не стал строить никакой особо, то есть тут разрыл немножечко еще и поставил сундучок. Теперь у нас здесь будут храниться ресурсы. И есть еще один важный момент. Крипер, давай не надо меня взрывать, пожалуйста, я этого очень сильно боюсь. Все дело в том, что я хотел бы добывать только интересные ресурсы, которые нам позволят добывать вообще моды, то есть то, что нам добавлено с модами. И вообще вот эти все ванильные выживания, они никому наверное не интересны особо, поэтому смысла в таких выживаниях особого наверное нет. Лучше проходить модификации и делать подобные веселые штуки. Сегодняшний ролик наверное называется этот идеальный Незер или что-то типа того, ведь сегодня мы отправимся в Незер с этими всеми модами. Я думаю, что это будет дико интересно, потому что здесь Незер должен быть очень классный и красивый. И собственно у нас уже есть алмазная кирка, и это значит, что мы можем смело идти и добывать наш любимый... Наш любимый обсидиан, конечно же. Итак, собственно, что же мы сейчас будем с вами делать? Я вам покажу одну интересную штуку, от которой я просто офигел, поэтому мы спустимся с вами немножечко в шахту. Чел там, ладно, не будем его пугать. И нам еще нужно добыть немножечко еды, потому что еды у нас особо нет, поэтому давайте-ка пожарим вот этого немножечко мяса и будем отправляться в шахту. Итак, ребята, во-первых, давайте с вами наконец-то добудем уже этот сраный обсидиан, потому что он нам очень понадобится для того, чтобы отправиться, естественно, в Незер. Кстати, да, пока копался, я хотел показать вам очень интересную штуку. Здесь есть спавнер, причем этот спавнер буквально под нашим домом, здесь даже есть какие-то сундуки. Кстати говоря, вот эти бочки, это прям, мне кажется, крутая идея, вот это классная тема. Я не знаю, в обычном Майнкрафте такие штуки не спавнятся. Что здесь еще есть? Ну, кости, железная конская броня, возможно, она нам когда-нибудь допригодится. Пластинки я, наверное, не буду, семена томатов. Ладно, яйцо эфирного дракона. Вот это я сейчас совсем не понял, здесь есть какое-то, какие-то драконы. Я даже, честно говоря, не знал, что такое вообще существует в этом, в этих модах, в этой сборке. Здесь ничего нету. Собственно, вот такая вот пещерка. Давайте заберем этот плакат, точнее этот байнер, потому что выглядит он очень солидно, мне он прям нравится. Ну и, собственно, это все, что здесь есть. Здесь есть также вот эти цепи, но они нам, в принципе, не нужны. Ё-моё, какая здесь большая расщелина. О, кстати, здесь спавнятся вот эти вот светящиеся спруты. Ну ладно, в принципе, наверное, когда-нибудь можно здесь подбывать какие-нибудь полезные ресурсы, например, золото, которое нам в будущем 100% понадобится. Но пока что давайте отправляться уже в Незер. Немножко раскопал тут в скале местечко. Я думаю, что это идеальное место, чтобы нам поставить эндерпортал, точнее Незерпортал. И вот, собственно говоря, у нас и готова рамка. Но вот есть одна небольшая проблема. Дело в том, что я до сих пор не сделал зажигалку. Я надеюсь, что мы сейчас, в принципе, ее можем создать. И у меня есть на это все ресурсы необходимые. Ты что здесь улегся опять? Хватит приходить в мой дом и ложиться на мою кровать. Сколько можно? Вот черт. У меня нету... У меня нету ни того, ни другого. Ладно, у меня есть железо. Но вот у меня нету... Хм... Ладно, нужно было с этим что-то сделать. Итак, ребята, зажигалка благополучно сделана. И мы с вами сможем отправиться в Незер. Это выглядит очень красиво. И я надеюсь, что сам Незер будет выглядеть тоже фантастически круто. Ну что, погнали. Посмотрим, что нам покажет этот красивый мир под названием Незер. Я надеюсь, что он прям очень сильно изменен. Как-то очень долго грузится. Вроде как мы здесь. Итак, и что у нас тут? Здесь какие-то чуваки, которые очень сильно дерутся. И вы сейчас увидели, наверное, что у меня сняли кучу хпшки и поломали броню. Ну, блин, я бы здесь надолго не хотел оставаться в такой броньке. Походу, здесь нам будет выживать очень тяжело. Но пока что я никаких изменений не вижу. Хотя в самой сборке модов написали, что это должен быть прям идеальный энд. Идеальный Незер. Итак. Здесь прокапываться, видимо, бессмысленно. В общем-то, нам нужно строить небольшой мостик и отправляться вон туда. Потому что здесь пока что никаких особых красивых мест нету. По миникарте я их, кстати... А хотя нет, вон там впереди что-то вроде имеется. И, возможно, это даже что-то прикольное. Итак. Нет, обычный, абсолютно обычный Незер. Ничего такого прям супер удивительного. Блин, я умер. Ладно, нам нужно будет найти сейчас что-то супер интересное. Возможно, каких-то крутых злых мобов. И тогда мы уже точно поймем, насколько этот Незер хардкорный. Итак, ребята, простроившись немножко дальше, я уже замечаю какие-то интересные штуки из обычного Незера Майнкрафтовского. И какие-то грибы тут бегают. Мне, на самом деле, немножко страшно. Скорее всего, они меня будут бить. Нет? Нет, эти грибы меня не бьют, окей. Ох, как их тут много, елки-палки. Так, вижу слайм куба. Ну, пока что ничего такого прям супер удивительного здесь нет. Ё-моё, какие-то лягухи большие. Так, а чё вы на меня агритесь? Ребята. А, у меня же нету никакой золотой брони. Чёрт. Чёрт, без золотой брони это я плохо, конечно, решил сходить в Незер. И делать здесь какие-то штуки. Тихо, 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 тихо. Они меня бьют? Нет, они меня сами не бьют. Всё. Всё, смерть. Короче, нам нужно, на самом деле, просто сделать немножко золотой брони. Я думаю, что у нас, в принципе, золота нормальное количество. И мы сделаем с вами, ну, допустим, шляпу. Давайте сделаем золотую шляпу и отправимся опять в Незер. Итак, ребята, уже я стал теперь, наконец-то, в красивой шляпе. Я надеюсь, они мне бить не будут. Что это за какие-то много маленьких всяких таких чебуреков? Почему сейчас из него падает кусочек золота? Ладно, я скажу так. Энд... Почему я всегда называю его Эндом? Незер. Незер стал очень сложным. Потому что здесь стало много каких-то немножко странноватых мобов. Например, вот эти вот лягухи. Которые меня немножко, честно говоря, напрягают. Опа. Это... Это мой трупешник? Я еще ни разу не видел трупешников в этой сборке. И... Ай, блин, она меня притягивает. Слушайте, какая жесткая лягуха. Меня замочила лягуха. Искаженная жаба. Я чувствую, что, в принципе, сборка уже... Будет намного более интересная, чем обычный Майнкрафт. И знаете, что... Эти лягушки, они меня просто раздражают. Их там спавнится прям немаленькое количество. Я очень надеюсь, что у нас получится... Но одну мы точно убили. Я не знаю, правда, что с нее выпало. Блин, здесь Гаст у меня немножко все раздраконил. Вот эти писюны очень сильные. Они еще и ходят по стенам. Что мы делаем? Он так хорошо прям бьет, насколько я понимаю. Ладно, у нас здесь обычное золото. В принципе, ничего такого особо... Как ты мне надоел. Как меня бесит этот Гаст. Бейте его кто-нибудь, пожалуйста. Ладно. Собственно, если нам не лезть к лягушкам, то, в принципе, лягушки нас вообще и не бьют. Немножко пробежавшись, я уже начинаю замечать всякие вот такие вот маленькие штучки. Я не знаю, зачем они. Давайте добудем, почему бы и нет. Что из него крафтится? Нельзя посмотреть. Ладно. Я надеюсь, что они нужны для крафта чего-либо. Потому что не просто так их собирать. И у себя в инвентаре делать опять мусорку. Итак, опять эти лягушки. Я надеюсь, они меня сейчас бить не будут. Потому что она какая-то дико мощная. Ну-ка, ты будешь меня бить? Нет. Ну, это замечательно. Какая она милая, слушайте. На самом деле, когда она тебя не бьет, она такая прикольная. Ну, ладно. Собственно, у нас здесь что еще-то есть? Да больше пока что, кроме этого биома, я ничего такого интересного не вижу. Возможно, нам нужно пробежать немножко дальше. А дальше у нас... Слушайте, но он теперь не такой островной стал, как я понимаю. Он теперь такой более плоский, даже немножко похож на обычный мир. Это, наверное, прикольно. Но вот... Расстояния здесь стали намного больше. Итак, ребята, я нашел какой-то суперинтересный биом. Я не знаю, есть ли он в стандартном Майнкрафте. Майнкрафте, и... Ну, вроде как нет. Здесь все написано по English. И здесь есть какая-то интересная штука. Я бы очень хотел посмотреть, что она из себя представляет. Итак, это данж? Это какой-то интересный данж. Вы посмотрите. Давайте спустимся и посмотрим, что здесь. Слушайте, он, видимо, отпускается прям сильно вниз. А, здесь есть всякие ловушки прям. Слушайте, на самом деле, знаете, на что это похоже? Это похоже на обычный данж из... Из обычного стандартного Майнкрафта. Только немножечко измененный, скажем так. Что меня постоянно бьет. Ладно. Здесь у нас что? Золотые слитки. Окей. Каменный меч на прочность. Зачем он мне нужен? Пустая руна. Ладно. Окей. Это был просто такой маленький данж. Серьезно? Я думаю, что здесь будет вообще что-то прям нереально крутое, веселое, интересное и захватывающее, скажем так, дух. Но похоже, что нет. Похоже, что я ошибался, ребят. Но биом, согласитесь, выглядит неплохо. Вот эти чубрики меня бьют? Нет. Но выглядит так, как будто они меня будут очень сильно бить. Ладно. Мы с вами продолжаем исследовать подобные биомы в этом замечательном мире. Итак, ребят, наконец-то я нашел что-то более интересное. Это тоже биом, видимо, из какого-то мода. Мне прям интересно посмотреть, что там наверху. Потому что, ну, выглядит он очень прям заманчиво. Какой-то такой коричневато непонятный. Собственно, белый биом был тоже, конечно, красивый. Но вот это вот прям мне, честно говоря, нравится. Что меня бьет? Ай, зачем ты меня бьешь? Зачем этот грибочек меня бьет? Ну, так жалко его убивать. Ну, ладно. Кстати, вот эти штуки нам тоже нужно бы добивать. Добывать, точнее. Для того, чтобы прокачать немножко уровень. И потом зачаровать наши с вами предметы. У меня есть с собой обычная кирка? Нет, у меня нет с собой обычной кирки. Ладно, придется расходовать алмазную кирку. Но мы это делаем не просто так. Мы это делаем ради великой цели. Я добрался до бедрока. Не советую так рыть в обычном Майнкрафте, ребята. Но я это делаю исключительно ради того, чтобы показать вам все на серию. Итак, вот уже открывается побольше этот биом. Итак, мы наконец-то... Ух ты, елки-палки, какие здесь страшные цвета. Вот этому слезняку определенно что-то от меня надо. Ну, ладно, давайте его замочим. Я думаю, что ресурсы, которые с него выпадут, нам очень сильно понадобятся в будущем. С него, кстати, ничего не выпало. Это что? Энтрасид какой-то? Если я неправильно прочитал, извините. Он очень быстро добывается. Я не думаю, что это какой-то суперполезный материал для строительства или еще для чего-то. Что это? Ага, то есть тут можно крафтить всякие эндерблейзер. Точнее, брейзер. Слушайте, ну тут можно... Это типа, наверное, что-то типа угля, я думаю. Вряд ли это что-то более полезное, чем уголь. Ну, ладно. Итак, ну этот биом уже выглядит очень сильно заманчиво, я вам так скажу. То есть здесь какой-то зеленый огонь. А интересно, если поджигать вот эти блоки, они будут гореть зеленым? Слушайте, это прям очень интересно. Нет! Фух! Я не знаю, как я это засейвил, но мне очень сейчас повезло. Так, давайте немножечко мы с вами туда построимся. Нам нужно, чтобы у нас регенилось хп. Вот этот вот чел, вот этого чела мне не надо, честно. Не надо, чтобы он меня бил. Итак, смотрите, здесь какой-то другой биом. Слушайте, он офигенно огромный. И он просто фантастически красивый. Вот это я уже... Вот эта сборочка раскрывается, знаете. Открывается она прям вот... Прям вот то, что я хотел видеть, то я и вижу. Охренеть! Вот эти биомы прям реально разнообразные, согласитесь. То есть, другой огонь. Вот я считаю, что Моджанг должны были сделать какие-то подобные биомы в Незере. Чтобы они прям сильно различались по цветам. И это будет очень круто. Слушайте, ну вот пока что... Пока что сборочка прям раскрывается по-новому. Это круто. Итак, ребята, единственное, что меня на данный момент раздражает, это то, что я не могу найти обычный майнкрафтовский данж. А второй момент, это то, что я просто-напросто блужусь в этих штуках. Потому что здесь такие прям огромные, я бы сказал, биомы. И в них реально очень легко заблудиться. Я не помню, откуда я пришел, куда я иду и что вообще происходит. Но давайте будем просто копаться вперед тогда. Это самый очевидный вариант для Незера. Все-таки нам нужно уже в следующей серии отправляться в Энд и убивать дракона. Я бы хотел побыстрее проходить подобные сборочки. Потому что это просто прикольно. Посмотреть на сборку и идти к следующей. Ставьте лайк, если вы хотите так же. Или вы хотите как лололожки, чтобы было прям длинное прохождение на 10 серий. На 100 серий там, на 1000 серий. То пишите в комментариях. Я буду делать так, если вам, конечно, этого хочется. Итак, ребят, я тут копаюсь дальше. И на миникарте я увидел кое-что очень интересное. Это, скорее всего, еще один новый биом. И давайте на него, конечно же, тоже взглянем. Итак, ребят, ну что, вот я и тут. И у меня что-то здесь прям супер лагает. А, ну я, кажется, понял. Гелиевый блок? Нифига себе! Это мы типа на каком-то гелиевом... Я не знаю даже, как это назвать. Слушайте, выглядит очень красиво. Но из-за этих блоков у меня просто нереально лагает Майнкрафт. Скифский стебель. Слушайте, мне прям нравится, если честно, этот биомчик. Он вроде как... А, нет, я хотел сказать, он небольшой, но он оказывается очень большой. Ой, на меня что-то отравление наложило. Неужели это вот этот стебель или этот? Черт, я сейчас, кстати, могу умереть. А я бы не хотел, честно говоря, этого. Потому что умирать мне вообще ни в коем случае нельзя. Пожалуйста. 11 секунд. Я надеюсь, оно не убьет. Я надеюсь, оно не убьет. Пожалуйста. Пожалуйста. Не умирай, живи. Нет, мы выживем, слава богу. Но у меня очень мало еды. Добывать в Незере еду, это такое себе, честно говоря, занятие. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы с вами будем жить немножечко дольше. Ну, кстати, никакой руды здесь прям нету. Это что такое? Огромная какая-то штука. Черт. Чтобы попасть в тот биом, нам нужно, видимо, немножечко подняться. Ну, давайте поднимемся. Почему бы и нет? В принципе, в принципе, это даже не сильно сложно. Ух, нифига себе, какая тут красота. Вы поглядите, вау. Мне кажется, в обычном Незере очень не хватает подобных биомов. Потому что он прям такой яркий, прям вырвиглазный. А почему бы и нет? Слушайте, прикольно. Это что такое? Суфиан. Ай, да что меня травит постоянно? А, это вот эти вот цветы? Я надеюсь, я не умру. Пожалуйста. Чел, живи. Чел, прошу, живи. Блин, как они мощно травят. Там следующий какой-то розовый биом. Слушайте, мне прям нравится. Меня опять кто-то отравил. Да? Нет. Ладно. Короче, это какой-то очень сильно травящий биом. И мы с вами попадаем... А, это такой же белый биом, походу, да? Но он здесь почему-то показывается розовым. Ну, в таком, в подобном биоме мы с вами уже были. Слушайте. Ну, красиво выглядит. Ничего не скажешь. А, и вот эти шипы? Это кварцевые кристаллы? И они дамагают? Офигеть, их тут сколько? Слушайте, не это... Мне прям такое дело, честно говоря, не нравится. Охренеть. Да они... Их тут просто миллионы. То есть тут путешествовать, ломая эти кристаллы? Слушайте, это интересно достаточно. Я еще подобного не видел, блин, надо бы поесть. У меня все, закончилась еда. К сожалению. Ну, кстати, можно дофига кварца зато добыть в этих... В этом биоме. Это достаточно прикольно, как мне кажется. Смотрите, все вот эти зомбари, они типа бьются об эти кристаллы тоже. То есть, они бьют абсолютно любого челика, как я понял, кто на них наступит. Ну все, я, короче, скоро подохну, скорее всего. Я взял слишком мало еды. Слушайте, ну они в броне по полсердечка снимают. Это как бы очень жестко, мне кажется. Прям перебор для психики. Итак, ребята, я уж хотел сказать, можете меня поздравить, я нашел крепость. Но, к сожалению, нет, я крепость не нашел. Это прям для меня большущая проблема, видимо, в этой сборке найти крепость. Ну вот не могу ее просто найти и все. Сколько бы я не бежал, а пробежал я уже очень много блоков. Это такой же, видимо, данж, как был там. Да. То есть, это абсолютно такой же данж. И это прям фигово. Но у нас здесь есть, во-первых, какой-то огромный комар, который бьется об вот эти все штуки. Я надеюсь, он меня не бьет и не высосет из меня всю кровь. Вау, какой... Это другой биом опять? Слушайте, да, это другой биом. И здесь красивые бабочки летают. Прям огромное разнообразие биомов. Как минимум уже 4 мы с вами нашли. Это прикольно. Это, конечно, очень прикольно. Но у меня вот уже совсем мало сердечек. Это какой-то медовый, что ли, биом? Или что это? Света... Светопесчанник. Ну, кстати, да, здесь много... Эх... Костяной змей. Я вас понял. Я вас понял. Я так и не нашел этот данж. Я бы очень хотел его найти. Но, видимо, мне придется искать его вне серии. Но энд, я вам честно скажу, стал намного более интересным. Его стало интересно изучать. Появилось огромное количество новых интересных мобов. И, в принципе, если вам нравится тематика Незера в Майнкрафте, то я думаю, что эта сборка вот прям для вас. То есть, Петер Майнкрафт здесь прям делает какие-то просто нереальные изменения. И мне прям это очень нравится. Я думаю, что можем на этом на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алексей. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все буду читать, все буду смотреть. Всем удачи, всем пока. Пишите в комментариях, что вы думаете мы будем делать в следующей серии. Мне прям будет очень интересно почитать. Всем спасибо и всем пока-пока, ребят.